Финляндия, озеро Суальяви. За одну январскую ночь 2014 года при температуре воздуха близкой к нулю, поверхность озера оказалась засыпанной массой, похожей на хлопковое волокно, расчесанное на длинные пряди. Местный житель выяснил, что это не хлопок, а обычный снег. Ученые назвали это явление ледяной лапшой. При нулевой температуре жители Канады, Швейцарии и России наблюдают похожее, но более загадочное явление. Ледяные волосы. Почему они вырастают по ночам и исчезают днем? Еще одна загадка природы. Впервые снежные волосы были обнаружены в США в 1833 году. Они состоят из тонких лент льда, сросшихся в длину до 30 сантиметров. Ленты часто закручиваются, что усиливает сходство с волосами. Очевидцы предположили, что снежные волосы образуются из воды, находящейся внутри растения, которая в результате капиллярного эффекта выходит из стебля растения в месте трещин или через сосудистые пучки мертвых стеблей. Но почему это происходит не на всех растениях, а только на некоторых? Первое исследование этого красивого и непонятного явления было проведено в Северной Америке в 1918 году. Ученые нашли волосы на упавших ветвях и стволах буков, дубов, кленов, лещины, ольхи. Снежные волосы наблюдаются в местах выхода сердцевинных лучей, а на срезах древесины заметна связь с местами локализации древоразрушающих грибов. Какие это могут быть грибы? Оказалось, различные виды аска и базидомицетов, а также дрожалковые грибы, которые сохраняют активную жизнедеятельность при низких температурах воздуха. Конечными продуктами разложения ими древесины являются углекислый газ и вода. Под действием давления углекислого газа вода, как новообразование, так и та, которая пропитана древесина, выжимается через поры на поверхность, где даже при небольшой отрицательной наружной температуре очень быстро застывает. При этом органические вещества, содержащиеся в этой воде, действуют как катализатор замерзания. В качестве доказательств гипотезы о роли грибов приводится ряд факторов. Так, снежные волосы не возникают на обожженных частях стволов и ветвей. Кроме того, в снежных волосах часто находят многохвостаков. Было сделано предположение, что насекомые привлекают органические соединения, сохраняющиеся в волосах. Ученые из Института прикладной физики Университета Берна провели эксперименты, обрабатывали ветки, на которых были волосы, противогрибковыми препаратами. На обработанных ветках волосы вновь не отрастали. Однако критики указывают на то, что при вариантах обработки могла измениться структура древесины, поэтому до конца вопрос о роли грибов в образовании снежных волос не решен. Совсем недавно было сделано сенсационное сообщение. Тайна снежных волос на мертвых деревьях раскрыта. Как показывает исследование, паутинообразные нити вырастают с помощью особого гриба под названием «Эксидиопсис эфуса» на останках леса до ледниковых времен. Именно они стали рефугиумами, то есть убежищем для флоры и фауны многих южных видов. Таким образом, волосы служат показателем наличия грибов и в процессе гниения. Снежные волосы вырастают ночью при низких температурах и исчезают к утру при малейшем потеплении. При соблюдении температурных и влажностных параметров можно воспроизвести снежные волосы в искусственных условиях. Это открывает новые возможности в изучении явления. Пока ученые согласны, что снежные волосы – объект физического, а не биологического происхождения. Оказывается, что у этого явления множество названий. Снежные волосы, ледяные волосы, ледяные ленты, ледяные цветы и даже ледяной кролик. Это не полный список названий явления, природа которого не до конца ясна и по сей день. Зачем оно происходит и какова его роль в планетарном масштабе – все это предстоит выяснить.